Болотному делу дали судебный ход. 6 июня начались первые процессы, а вместе с ними и пикеты в поддержку политзаключенных. В стороне не остались и ивановские оппозиционеры. Сегодня мы в то же время хотим актуализировать проблему наличия политзаключенных в России и актуализировать процесс помощи этим людям, помощи с волей, помощи и моральной в письмах, и так и финансовая, потому что людям необходима помощь на адвокатов, помощь на покупку средств первой необходимости. Кроме политики у ивановских оппозиционеров теперь есть и личный интерес. 27-м фигурантом болотного дела стал их товарищ, наш земляк Дмитрий Рукавишников. В мае прошлого года во время беспорядка в центре столицы Ивановец передвигал уличные туалеты, создавая препятствия для правоохранителей. Не так давно Дмитрию продлили срок содержания под стражей еще на 4 месяца. Суть показывает свою реакцию. Если даже человек двигал туалеты, то он не представляет общественной опасности для граждан, потому что Букавишников, как мы знаем, задержали спустя год после совершения им якобы этого преступления. И за этот год он не был замечен ни в какой преступной деятельности. И совершенно очевидно, что даже если происходило движение туалетов, оно не подпадает под статью 212 Уголовного кодекса, то есть участие в массовых беспорядках, потому что там не было ни сожжения, ни уничтожения имущества, а максимум порча им этого имущества. У самих оппозиционеров прогнозы на исход судебного процесса неутешительные. Все прекрасно понимают, исходя из приговоров по признавшим, так сказать, свою вину Лузянину и Лебедеву, что поблажек не будет. Я думаю, на этот счет ни у кого не возникает никаких иллюзий, а то, что ящик, и по моему мнению, давать будут по полной. Как мне кажется, не менее пяти лет большинство Уголовных получат. Скорее всего, и шесть, и семь лет, возможно, такие приговоры. И приговор Константину Лебедеву два с половиной года за то, что он пошел на сотрудничество со следствием, таким образом будет подталкивать остальных осужденных признать вины, которой мы считаем не было. Это лишь доказывает, что как никогда узникам Болотной нужна поддержка. На подобные акции с каждым разом приходит все больше человек. А значит, судьба политических заключенных не безразлична ивановцам.